Там повышается один из вариантов того, что сосуды у нас забились вот этими атеросклеротическими бляшками. Это один вариант. И тут одно как бы лечение, надо бы сосуды вообще очистить. А почему она образовалась? Опять-таки, никто еще не знает, почему там вот эти вот отложения этого холестерина в сосудах. Совсем другое дело, когда от волнения у нас происходит сжатие мускулатуры внутри стенок артерий, и они повышают, из-за этого повышается давление. Тут надо как бы расслабить, то есть это как бы другой подход должен быть. Ну послушаем, интересно. Но уже к мозгу, к сердцу, к жизненно важным органам крови не поступает столько, сколько нужно. При том давлении, которое было. 120 на 80 не хватает. Но организм же соображает, что нужно делать. Включает свои ресурсы, включает всевозможные там ферменты, ангиотензины, которые создают повышенное давление. Сосуды, значит, напрягаются, давление повышается. И к нужному органу кислорода поступило столько, сколько надо. То есть мы регулируем таким образом поступление крови туда, куда нужно. Я бы даже не сказал, что мы регулируем поступление крови туда, куда надо. Вот эти все лекарства, они просто, грубо говоря, надо поднять давление. Значит, просто давление поднимается. И, как правило, давление, если мы состоим из жидкости, то во всей вот этой вот кровеносной системе у нас повышается давление. Это тоже надо понимать. То есть мы не можем поднять давление с помощью грубых таблеток в этой руке, в этой ноге, а в остальном сделать нормально. Или там в голове поднять, а в остальном и того хватит. Такого нету. А если попался терапевт, который не разобрался ни в чем, что он делает? Он снижает давление. Он снизил давление ишемия, то есть не хватило кислорода сердцу, возникнет парт миокарда. Вот и все. То есть мы помогли возникнуть тому или иному заболевание. Я упрощаю картину. На самом деле все гораздо сложнее. И врач сегодня, имея по полторы-две тысячи новых названий в мире лекарств, находится в очень тяжелом положении. Ему нужно во всем разобраться. Ему нужно владеть названиями. Ему нужно владеть, ну, огромной информацией, постоянно учиться. Вот, позвольте, смотрите, постоянно учиться и так далее, владеть чем? Совершенно не нужной информацией о действии, там, вот этой тысячи, полутора тысяч лекарств. А если знать закономерность, что у нас большинство заболеваний, начинает возникать за счет того, что у нас изменяется внутренняя среда. Происходит так называемая лесополка организма. И в результате начинается там или сям идти раз на ворота сбои в работе. Так не проще ли, зная очищение организма и понимая, откуда оно в первую очередь идет, все это нормализовать? И я вам, как светоч народной медицины и здорового образа жизни, рекомендую в первую очередь понимать, что большинство заболеваний, и не все, большинство заболеваний, начинается с того, что организм загрязняется. И самый главный загрязнитель, особенно если у человека проблемы со стульем, это толстый кишечник. Надо его почистить. И, кстати, древние, древние врачи говорили, что очищение толстого кишечника с помощью очистительных кризм позволяет уже лечить 80% заболеваний. 80%. Далее, понимая, что все виды обмена, кровообращения, совершаются в печени, а печень у нас, как фильтр, потихонечку загрязняется, и это показывает наше очищение печени, что эффект от очищения печени, если все правильно сделано, сразу проявляется в том, что организм резко молодеет, резко молодеет, резко добавляется энергетичности, резко все меняется. И заболевания, которые были, отскакивают, так знаете, одно от других. Хотя до этого десятилетиями лечились с помощью лекарства. Зато только, опа, то из толстого кишечника, и далее, что у нас остается? У нас остается вот эта вот межклеточная жидкость, из которой образуется лимфа и так далее, так далее. Вот это очистить. Почему голодание так универсально действует? Потому что оно в первую очередь выгребает из организма буквально-таки килограммы, а то даже десятки килограммов разного рода шлаков, дермица, и после правильного восстановления организм расцветает. Исчезают проблемы там с пищеварением, с кровообращением, разные суставные боли уходят, человек становится подвижнее, больше энергии. Возрастает потенция, в конце концов. Почему вот это не изучается, а какие-то, знаете, бесполезные знания? Я за всю свою жизнь понял, что существуют знания полезные, которые ты применяешь, они действительно работают. Я их опробовал и получил прекрасные результаты. Я вот перед вами сижу. Какая энергетика, какая мощь. Вот, и есть бесполезные, когда вот тут в рецептах закопался, это тот, это сет, это тот, попал рецептом, не попал рецептом, получил, не получил, потом то. И некоторые говорят, и я спасаюсь всю жизнь тем, что что-то там такое делаю. И, наконец-таки, для того, чтобы мы опять свой организм не зашлаковали, мы меняем образ жизни, меньше едим той пищи, которая нам не свойственна. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий – Геннадий Малахов. Двигаемся, с радостью живем, смотрим. То есть сознание у нас спокойненько. Вовремя ложимся спать, вовремя встаем. Все. А то, получается, знаете, вот Леру Кудрявцеву я как раз смотрел, и там актриса рассказывала, я до этого, она здоровая тетка так была, в 17 лет, она, значит, 12 раз подтягивалась на перекладине, в 17 лет, девушка, и пробегала там 100 метровку за 15 секунд, то есть это здоровый такой. И в 64 года, или даже раньше, в 62, только, опа, инсульт. И заново все, ходим, ходим, ходим. И что она говорит? А я теперь ложусь в 8 часов спать. А кто тебе мешал в 8 часов спать ложиться? Нет, тогда ж надо было там вот, деньги зарабатывать, еще кто-то что-то делает, еще что-то делать. Хотя можно и деньги зарабатывать, и соблюдать распорядок дня, ритм. Не хотела. А вот теперь, хочешь, не хочешь, приходится. И решать эти вопросы в соответствии с требованиями. Их такое огромное количество, чтобы тоже учить с них. Что за требования? Вот понимаете, какие-то требования, вот что-то какая-то, какая-то гора, чего-то нагорожено, какие-то требования, и так далее, и так далее, и так далее. Да вы посмотрите, здоровые люди, единицы, единицы. Требование одно, чтобы человек был здоров, если он хочет. Я вам как раз рассказываю, если вы хотите быть здоровыми, меняйте свой образ жизни. Это самое первое, основное. Меняйте свой образ жизни. На такой, чтобы ваш организм в нем работал нормально. Потому что образ жизни настолько неправильный, ненормальный, что он дает нагрузку на организм, организм постоянно находится в каком-то внутреннем стрессе. Количество, грубо говоря, разного рода шлаков, разного рода вещей, и так далее, и так далее. Огромное. Мы еще о паразитах не касались особо. И противопаразитарку надо применить. То есть, я вот хожу там, кофейка, и на она так выпью. Что я вижу? Наряду с кофе продает вот эти все, как там их называют, вот эти курилки, электронные курилки, и молодежь курит, пускает дым, и считает, что все это нормально, и так далее. А потом, опускавши дыма, от которого, который, все эти частицы наводняют организм, начинаются разного рода заболевания. И вот тут они пытаются, пытаются лекарствами что-то сделать. Это как, знаете, вот силикоз, когда шахтеры, добывая уголь, работают в забои, и там мелкая угольная пыль. Они дышат этой мелкой угольной пылью, она проникает и через вот эти вот респираторы, и так далее, и потихонечку откладываются на легочной ткани, и человек начинает болеть легкими, вот этим силикозом. Точно так же вот эти все эти курилки, мурилки, они всасываются, и все это заполняет. Только здесь вот этот штык пыльный, он более крупный, он осыдает в легких, а вот этот продукты горения от сигареты, от вот этих курилок там электронных, они проникают туда в круг и откладываются чуть ли не в каждой клетке. Попробуй потом оттуда все это достать. И даже человек не подозревает и не понимает, что с ним произошло, почему он заболел. Но это все решаемо, все можно решить. И вот сюда-то надо направить научную мысль. Был бы у меня средства, штат, институт, я бы как раз, то есть, работал.